Здравствуйте! Замачивание косточек. Часть косточек всплыла. Некоторые опустились на дно. Вот. А, вы видели мой вебинар про забачивание. Решил проверить, сплывшие потряс возле уха. Некоторые волосы слышали, что ядро блякает. Получается, что оно высохло и не намокло. Думаю, такие надо выбраковывать. Погодите, не спешите. Можно даже все сплывшие, не промокшие у сухого ядра уменьшены. Вес и объем, вероятно, ростка не будет. Вы согласны с таким подходом? Или у вас сплывшие кости, нормально-нормально в сходе? Ну, давайте разбираться. Во-первых, я когда-то, прежде чем учить других, учился сам. Вот. У меня были достаточно все роды. А те, которые я... А вы парковал. Я положил в отдельную банку сливы китайские и отдельную банку априкосы лунжурские. Нет, я на этом уже, сейчас я уже не помню. Видите, они даже разные. Вот. Вы прокол все подряд. И вот тогда возникла такая вещь интересная. Во-первых, что я заметил. Ну, наблюдатель такой. Когда все туда бросаешь, надо их хранить пожанкой. Для многих очень много этих пузырьков. Поэтому плавучие сложные. Раз. Во-вторых, оставляешь на ночь. На другую не смотришь. Там, допустим, 30 костях всплыло. Ну, там, допустим, без лошади 30 всплыло. А на другую не смотришь. Осталось там 8 или 9. Это уже не катастрофа. Два. Теперь, значит, всегда, когда я делал это дело, а это же не еще маякоска, то есть я должен оправдываться. Вот, смотрите. Вот. Это я как раз переснимал. Посмотрите. Потом. Что это такое? Здесь примерно целая яма была. И мне похоронено несколько десятков веков мякоти. Мякоти. А что вы видите сверху? Беленькая, белееца. Это те самые вывракованные косточки. То есть на момент, когда мои девочки выковыривали, дети выковыривали, вот, и воду и отбраковывали слушая подряд, даже не выбирая. Все, на момент, когда заготовки, все опыта души считались целыми. То есть не целыми, а живыми. Дальше случилось следующее. Проверил. Специально. И, вот, знаете, такая хитрая штука, плюс, минус, плюс, минус, и еще 25-го уже взошли. То есть в середине зимы. Живые. Вот. И потом, если я вам показывал, у меня, я еще смогу дойти. Вспоминаю, я показывал несколько фирмах и на нескольких рейдарах. Все. Два-три фотографии, и у меня схожесть была вообще не просто 100%. то есть там не одной проплешины, что вот как рядами садили обликосовые коски, так они все и взошли. То есть все-таки я считаю, что вы вот этого делать вам не надо. вот как вы написали. Надо выбраковывать, не надо выбраковывать. Вот. То есть вам высылали на тот момент все были живые. А если вдруг какая-то, ну, сотни, две-три окажутся нежизиспособны, а это сама природа покажет. Садитесь, что подряд. Вот такой мой ответ на ваш вопрос. Вот мы подарили простую сертификацию. Вот. Идем дальше. Так. Мне нужно опять отключиться в одну минутку. Я что-нибудь могу поделать. Неудобно смакаться в экране. В последние мои эти покупки купил до зной для моих больных ног. Ну, скажем так, нездоровых ног. Значит, это пассажер красивый, такой за 20 тысяч. Он уже в другой семье. Почему? Из тех, которые там гораздо больше, чем у меня. Купил зонатор, спасибо, брату помог. Оказывается, хороший, потому что уже на первый же день мне пришлось его отвезти, отдать семью, где все болеют. Вот. Прошла неделя, дней 8 или 10. И вот они говорят, помогу всем и детям, и взрослым. Вот. Тогда я сказал, давайте дальше пусть у вас побудет, а я потерплю. Так что, мои вот эти самые явления, айморит пополам с этим, с неизвестно чем, прошу вас относиться к этому, как к этому, как к неизбежному. Вот. Покупать второй айонизатор, и покупать второй массажер для ног, пока на деле жалко. Итак, продолжаем. Это, это, из статьи. Обязательно, вот чтобы всех продал вот этот вот лак, им как-то пасту, он обязательно должен взять и отпилить. Вот. Повод отпилить, кроме как, чтобы продать, другого нет. Вот это вот с этим боролся, я буду бороться. Один пример. Посмотрите, человек взял и сейчас будет учить, может, и дальше будет учить. Он возьмет какой-то острый предмет, может быть, хорошо отучит распателя и сделет все. И живую кору, и мертвую кору. Но главное, о чем никогда не видит, и о чем никто никогда не делал так, скажем, вы видите вот эту рану? А вот с таких ран, вот она, на концу. Все начинается, смотрите сюда. Одна из увеличайших глупых глупостей заключается в следующем. Вот. Человек разнесу две фотографии. Самое страшное, что они их, все это берут в интернете, они не лезят самим пилить, что-то доказывать, они берут их в интернете. Вот. Взял левую фотографию, так, вот. А, караул. Мы тут видим и грибы, мы видим здесь имхи и лишайники. Полный набор. Итак, караул, это вредительство вообще не бывает. На самом деле, самая безобидная вещь на свете, которую я отговорил. Селятся только на мертвые клетки. Только на мертвые. И с тренером, тренером, где даже клетки не съели. Помните, разговор, читающий был, с Сиромаевым. Вспомните, страшная трагедия. К нам она пришла. Я подозреваю, что с Казахстана. Вот. Ну такие нюансы. Санкции мы им поставляем. Мы, а я дилам. Вот. Ну получилось, каким-то зацепили же. Или нашелся общий враг, который и Казахстанские сады яблоки заразил, и Хакасские заразил. Потеря страшная. Вы должны этих яблок были. Завались. Вы были первые в России. Первые по абрикосам, по яблокам. Такой идея сила. Другой прошел мимо науки и изучили сам феномен и не спасли, когда случилась страшная трагедия. Потому что это я называю пан-спермия среди России. Нет, не так. Пан-спермия это совершенно чужое слово. Не то слово. Да, это самое. Это, 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 это самое. Эпидемия. Эпидемия. Так вот. Берет человек и говорит, вот видите, он не видит вот эти раны страшные, которые на дереве. Нет, тут сказать, вот это раны виноваты, что дерево погибает, что на раньше времени постарело. Что из-за того, что здесь вот тут страшная рана, вот тут рана, тут рана. А оно просто перестало функционировать и сначала отбирать кора. Нет, блядь, берем право снимок, нет, давайте вылечить будем. Как? Обдерем? Обдерем, да. Это, знаете, я все время привожу пример с реанимацией. Вот люди уход сами знаете в наших болезнях какой. И денег лежат месяцами. Покрывается грибами. Знаешь такой запах. Это запах разложения. Это запах значит грибы. Ну а теперь возьмите щетку. А он умирает у него как это болезнь. Она как правило болезнь там внутри. Песень, почки, сердце. А он умирает. Или тяжело болен. Давайте поскребите его чтобы запах избавить. Он сразу болезнь а он будет дальше умирать. Вот. Единственное мыть-то надо в качестве профилактики. Ну это потому что он человек. А эти теряем по херу извините за выражение. Вот это право с ним. Она как умирала так и будет умирать. Оно искалечено. Мой не мой. Чисти не чисти. Пожалуйста. Ведь он видом я таки снимков в счет пошел брат согласись ты мне помогаешь в счет пошел на сотни. Значит за всю жизнь на тысячи. Тысячи снимков и ни один умник который идет по ложному пути и учит людей дурной работе например избавляться вот этого зелень это уже лишайники. Ой это уже мхи. Да уже мхи. Вот. Это значит для него кора уже не живая нет. На живой коре они не могут прицепиться. Это грунт для них. А как он получился? Человек завещал дерево. Ну как еще объяснять это? Зачем ты это делаешь? не один ну хоть бы один из них сотни тысяч якобы учителей ни один не сказал что причина появления грибов хом или шайников это вот эти страшные раны не один а вместе интернет забит этими симками очень удобно что потом идет только с одного раза уже все свои ну с второго раза ладно реклама я дохи пикатов потом идут подкормки и пошло поехало очень близкая тема человек не это все творит до начала вот это все таки уже показывает вот этот который может предвлежать любого периода а это уже в саду снято в конкретном саду человек который изувечил дерево отрезал крупную скелетную ветку символил рост ну внимательно смотрите внимательно смотрите видите эту зелень это то самое вот о чем тогда было это самое письмо вверху помните это корневые отводки вот они это все полезно открыть почему полезно от корней потому что им нужен кислород раз углекислый газ два где он он в атмосфере кислород углекислый газ углерод это можно было бы проходить в этих дебильной учебниках я вам показал и чтобы это было так раз отрезали ветку вот она стимулирует а для чего кстати А для чего нужен кислород? А для чего нужен углерод? А для чего нужен водород? А для чего нужен азот? Для производства, ну, внимание, то, что мы в современной жизни называем сахарами и алкалоидами. Да, ребята, от слова алкалоид. Я так уже полушутяшу, вы не думали, что я в селье такой серьезный, сейчас я их разгромлю. Так вот, внимание, вот оно пошло. Не дал расти ему вверх, так? Оно вот тут пошло. Все это зелень, все эти листики будут впитывать азот, водород. Ну, газ, водород, прилип, азот, кислород, углерод. Вот. Углекислый газ. И что-то производить, что-то использовать. Так? Производить глю-ко-зу. Самое универсальное слово это глю-ко-за. Эта глю-ко-за, вот она, произведенная этими зелеными листьями, пойдет уже не туда вверх, ствол, там своих хватает листьев. Для образования верхние, там, вкусных плодов, а эта нижняя. То, чего почему-то ни в одном учебнике нет. Я имею в виду учебники, ну, распространенные, скажем, биология. Вот. Что они должны накормить корни, вот, микоризу, грибы, червей, потому что почва должна быть пропитана алкалоидами. А? Я так уже полушутя. Слово-то какое, алкалоиды. Вот. Ну, что, непонятно это? А человек порос у дерева причиной, как бороться. Что она творит? Он сперва искалесил дерево, вот оно, а теперь будет бороться. Дерево себя спасает, ну, разве можно дать спастись? То есть вы расскажите, кто прав, я или человек, у которого там, по-моему, 50 с чем-то слушателей? Нет. Не 50 с чем-то, 50 тысяч с чем-то. Тысяч. Вы представляете? Для них это нормально, вот это. И кто-то еще скажет, да заживет, куда оно денется. Дерево будет расти, рано будет расти, вот. А дерево будет спасаться вот таким путем. Вот таким путем. А эти, так называемые, самозванные специалисты, те, кто имеют ученое звание, что самое страшное, они будут бороться с посредствиями и не давать дереву развиваться. Вот. Если уж от этого не можем избавиться, раз уж это факт, свершившись, теперь уже бороться с этим не стоит. Вот. Вот. Ошибка была, страшная ошибка, огромная ошибка была совершенно ранее. И теперь борись с этим, ничего не добьешься. И не борись, дерево уже изумечено. И знаешь, что это только на выросе, даст плоды. Ой, дальше пошло. Зимняя обрезка не менее эффективна и более безопасна с точки зрения инфекции. Как они, вот. Иногда думаю так. Сбежал, допустим, сошедшего дома. Тогда нормально. Эффективно зимняя обрезка и вынесение дерева. Только лишь. Вот. А с точки зрения инфекции, он думает как? Рано. Мороз ее дезинфицировал. Эту рано, так? Придет весна. Оживут бактерии, грибы и не полезут. Во-первых, полезут, потому что что такое зимой случилось? Есть вот фотография? Ну-ка. А, нет, там она другая тема. Что случилось? Внимание, ребята. А случилось следующее. Зимой, то что летом, весной еще какая-то шанс, что чуть-чуть ранка будет поменьше. Если бы вообще-таки, я больше не знаю, допустим, он весной отрезал. Вот. И как-то она пытается рану закрыть. Хотя бы пытается. Вот. А зимой все эти сосуды, которые оказались... Да, рано, рано. Рано это клетки и сосуды. Все они обмерзли. Обмерзли. Приходит весна. И как они, интересно, обмерзли. Инфекцию-то задержат, а? Ну-ка смотреть в глаза специалистам. Ну, все, ясно объяснил, надеюсь. Итак, зимняя обрезка эффектна для уничтожения дерева. Да, эффектна. Смотрю ваши семинары по ночам. Много нового узнала. Сколько заработал сама деревья обрезками. Ну, тут чуть-чуть не грамотно. Сколько заработал сама деревья обрезками. Все не могла понять. Почему яблоки всегда червивые. Вроде я прыщик, как сервейные, четыре раза. Заметьте. Они все червейные, особенно Уралка. Но я с ней не всеремониваюсь. Теперь прошу у нее прощения за такой воровский подход. Сколько загубило. Теперь, откуда я такой умный взялся? Внимание. Почему я борюсь вот с этим идиотством? Я уже другого слова не подберу. Объясняю. Объясняю. Значит. И ко мне пошли письма. Последнее мое занятие. Внимание. Видите. Это последнее. Они пойдут. Я каждое прочитываю. Еще нахожу что-то тут. А вдруг. Уже давно перестал находить. А что я раньше находил? Сейчас практически нет. Потому что люди простые. Что их все объединяет? Ну-ка. Правильно. Все прыскали. Сотни. 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 За мою жизнь. Я вам рассказывал. Год получал по тысяче писем. По полторым. Год. А умножим на 20. И хоть бы один написал. Что когда он начал прыскать. И оно взяло. Еще и зажило. Яблоки. Червивое яблоко. Эта часть дерева. Она. Извечивая обрезками. Яблоки стали червивыми. Опрыскивала. Ничего не добилась. И у меня когда счет пошел. Сотни. 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 И ни одного случая. Что человек написал. Я пошел в магазин. Я взял то. 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 Я развел. Я опрыскал. Некоторые опрыскивали. Знаете как? Помните? Раньше. Сейчас в храме все более современные средства. Я вам показывал. Что у меня телевидение привезло. Подарок. Вот. Ради рекламы правда. Вот. Современные итерации. А раньше-то как. Пульверизатор. Это. Когда. А дерево вот такое вот. Тогда что? Тогда краскопульт. И вдвоем. Один вот так. Другой вот так вот. И все. На лице на мордик. Чтобы не отравиться. А многие и не знают про мордики. Вот. И туда добрые полкуба заводят на это дерево. Потом умножьте эти полкуба на 20 деревьев. И все это. И ни одному не помогло. Вот так вот. И вот я написал. Прочитав. Сотни писем про напрасный труд. Это еще бумажные были. Я уже знал правду. И начал эту безнадежную. И начал эту безнадежную борьбу. А когда пришел интернет. Оказалось. На это можно заработать. Как? Я вам тоже показал. Бешеная реклама нарастала. И сейчас продолжает нарастать. Я потом покажу этого Малькова. С его эти самые. Под подлыми этими. Как это называется? Жидкостью. Ладно.